Посмотрите, какой большой красивый торт сегодня с вами мы приготовили. Это медовик по-армянски. У нас его называют птичье молоко. Это очень мягкий, нежный и нереально вкусный торт. И я обязательно хочу показать, как он выглядит на среде. Посмотрите, какой торт мы сегодня с вами приготовили. Он очень нежный и мягкий. Я уверена, вам обязательно понравится наш сегодняшний рецепт. Этот торт подходит как к чаю на каждый день, так и украсит любой праздничный стол. Если вам нравятся подробные пошаговые рецепты, вы подписывайтесь на мой канал, а я покажу, как мы готовили это чудо. Поехали! Всем привет! С вами любимый канал Домашняя Кулинария. И сегодня у нас медовик, который в Армении называют птичье молоко. Готовится легко, просто получается нереально вкусно. Для этого нам понадобится 4 яйца, 220 граммов сахара, 100 граммов меда и 100 граммов сливочного масла. Ну а также полторы чайной ложки пищевой соды, немного ванилина и пол чайной ложки соли. А также понадобится мука. С таким количеством ингредиентов получается торт размером 30 на 40 сантиметров. Если для вас этот торт большой, вы можете все ингредиенты поделить пополам. И получится тоже достойный торт размером 20 на 30 сантиметров. Ну а мы приступим готовить тесто. Для начала я беру миску обязательно с тонким дном, так как тесто мы будем готовить на пару. И 4 яйца разбиваем в нашу миску. Я взяла крупные яйца и одно из яиц, вот это вот яйцо, оно с двумя желтками. Ну я его оставлю. Сюда я добавлю сахар, немного перемешаю, долго взбивать не надо, просто вот так немного все перемешаю. И сюда добавляю 100 граммов меда. И снова хорошенько все перемешаем. Ну и последнее я добавляю сливочное масло. И миску с ингредиентами ставим на водяную баню. Вот так на водяной бане все перемешаем, желательно, чтобы миска не касалась воды. После того, как масло все расплавится, вот оно уже почти все расплавилось, я добавляю сюда ванилин, добавляю пол чайной ложки соли и обязательно 1,5 чайной ложки пищевой соды. Пищевая сода погасится в меде, ее абсолютно не будет чувствоваться. И мы вот так на водяной бане еще будем готовить минут 20-25. Ну вот так масса пенится и увеличивается в объеме, и мы продолжаем готовить. Вот такая масса у нас получается карамельного цвета. Мы теперь выключаем газовую плиту и снимаем с водяной бани. А теперь добавляем муку. И вымешиваем тесто. На наше количество ингредиентов уходит 3 стакана муки. Сначала вымешиваем венчиком, а потом, как становится сложно, мы убираем венчик. И будем замешивать тесто руками. Ну, еще немного муки вот так на стол. И тесто переносим на стол. Тесто еще теплое. Немного вот так вот все собираем в один комок. Разделим на 6 частей и оставим обязательно остыть. В теплом виде это тесто раскатывать почти невозможно. Мы замучаемся, оно будет постоянно прилипать к скалке или к поверхности стола. Мы оставим его остыть буквально хотя бы на 30-40 минут. Оно должно полностью остыть. После чего мы легко просто в холодном виде его раскатаем. А теперь я разделю тесто на 6 частей. У нас будет торт из 6 коржей. Тесто ни в коем случае не забивайте мукой. Оно должно быть очень мягким. Лучше в процессе вымешивания немного подпылять стул, так как тесто абсолютно не липнет к рукам. Вот на такие 6 частей я разделила наше тесто. Оставлю минут на 30-40, чтобы оно полностью остыло. Можете тесто поместить в холодильник и это будет намного быстрее. Ну вот прошло минут 30-40. Тесто уже абсолютно холодное и его можно раскатывать. Ну вот так вот обильно подпыляю стул и раскатываю тесто. Будем выпекать без пекарской бумаги и без масла. Вот так вот очень легко тесто начинает раскатываться до нужного нам размера и нужной нам толщины. Раскатываю размером 40 сантиметров и шириной 30 сантиметров. А теперь берем противень и не смазывая растительным маслом, просто вот так немного посыпем мукой. А теперь раскатанный пласт вот так вот наматываем на скалку. И переносим на противень. Ну и затем будем выпекать корж при температуре 180 градусов 3-4 минуты, не больше. Смотрите по своей духовке до готовности. Ну а я продолжаю раскатывать коржи. Снова обильно посыплю стол мукой. Беру следующий шарик теста и начинаю раскатывать. И снова беру противень, немного вот так вот посыплю мукой. И наш полос теста вот так вот заворачиваем на скалку и вот так вот перекладываем на противень. Все коржи идентичны. И аналогичным способом все шесть коржей я буду раскатывать и выпекать при температуре 180 градусов. И покажу, что у меня получилось. Ну вот и последний корж мы приготовили. Вот такие карамельные они получаются. И очень-очень мягкие. Если ваши коржи получаются сухие, значит вы или переборщили с мукой, или передержали в духовке. Готовим в духовке при температуре 180 градусов. Максимум 4 минуты. И муки по рецепту у нас 3 стакана. 480 граммов. Оставим коржи остыть и приготовим крем. Крем можно приготовить заранее и после того, как будут готовы коржи, смазать заварным кремом и потрясающий торт будет готов. Ну и коржи тоже можно приготовить заранее. Они хорошо хранятся в холодильнике. Приготовить крем и торт будет готов. Я приготовлю крем и покажу, как я это делаю. Приготовим заварной крем. У меня в моем сотейнике 2 желтка. Вместо 2 желтков можно взять 1 яйцо, куда я добавляю 200 граммов сахара. И сахар с желтками с незначительным количеством молока взбиваю до бела. Ну вот до такого цвета мы взбили желтки с сахаром и немного молока. И сюда я добавляю 3 столовые ложки кукурузного крахмала. Вот с такой вот небольшой горкой. Обязательно добавляем ванилин. Все это перемешаем. Вот так вот я сначала перемешала, затем взбиваю. Ну а теперь добавляю молоко. И на газовой плите, постоянно помешивая венчиков, будем варить до получения густой массы. Немного вот так вот помешиваю. И отправляю на газовую плиту. И вот так вот на газовой плите, постоянно помешивая, мы готовим до загустения. Вот посмотрите, какой красивый крем у нас получился. Ну а теперь наш крем я покрываю в контакт пищевой пленкой для того, чтобы не было взаимодействия с кислородом и не образовалась корочка, от которой потом трудно будет избавиться. И оставляем крем для полного остывания. А теперь после того, как остыла заварная часть нашего крема, мы берем большой кусок сливочного масла. Здесь у меня 300 граммов масла, размягченного сливочного масла. И начинаем его взбивать до пышности, воздушности, он станет светлым. Ну вот, посмотрите, каким светлым он становится. А теперь по одной ложке я буду добавлять заварную часть и продолжать взбивать до получения крема. Ну вот, посмотрите, какой потрясающий крем. Крем у нас получился, крем готов, коржи готовы и мы начинаем собирать наш торт. Я взяла большой противень, поместила первый корж. Лишнюю муку можно снять или щеткой, или влажной салфеткой. А теперь выкладываем крем и равномерно смазываем по всей поверхности. И последний корж я всегда помещаю обратной стороной вверх, так как его поверхность более ровная. Птичье молоко всегда покрывают шоколадной глазурью. Шоколадную глазурь можно приготовить самой, а можно растопить шоколад. Глазурь готовится очень просто. Это 4 столовые ложки какао, 4 столовые ложки сахара и 4 столовые ложки молока. Доводим до первых пузырьков, добавляем небольшой кусочек сливочного масла и глазурь готова. А у меня вот такой вот шоколад, у меня здесь 120 граммов шоколада. Я растоплю на водяной бане или в микроволновке. Вот так я растопила шоколад, куда добавляю всегда 50 миллилитров сливок или молока, чтобы он стал немного жидким и не затвердел на поверхности торта. А теперь я поливаю торт и покрываю весь торт шоколадной глазурью. Вот так я покрыла глазурью весь наш торт. Он пропитается, будет очень нежным, мягким. Вам обязательно понравится наш сегодняшний рецепт и вы будете готовить вместе с нами. А вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте обязательно на колокольчик, делитесь рецептами в соц. сетях. Всегда ваше, всегда с вами Домашняя Кулинария. Пока!